Друзья, всем большой привет! Меня зовут Маша Кольцова. И, наконец-таки, сегодня у меня появился свободный день, когда я могу просмотреть все-все-все новинки, все новые клипы за последнее время, кто что выпустил. Я как музыкант должна быть в курсе всего, что происходит в мире музыки, шоу-бизнеса. И поэтому сегодня вместе с вами я впервые посмотрю клипы, которые я не смотрела. Ну что, давайте смотреть все вместе! Итак, первый клип — это Лена Темникова, «Казался странным». Поехали! Красивая Лена. Татуированные молодые люди. Мне кажется, что они школьники или студенты. Никому не верю, у него татуировка. Да, я смотрела передачу, и Лена рассказывала, что у нас снялась 15 минут всего лишь. Заняло ее съемка, именно ее. Я тоже всегда хотела так, чтобы в моем клипе я пою, а историю вообще играют другие люди. Мне кажется, это очень круто и как-то так, типа. И это хлоп. У них же все хорошо, да, закончится, я надеюсь. Ты казался странным. Ой, у них, конечно, прям любовь, да? Вот, он выпрыгнул из машины. Нечем дышать. И она выпрыгнула. Они захлебнулись в тачке. Но они все равно обнимаются. Ну, вот такие клипы я люблю, наверное, пересматривать по нескольку раз, потому что, во-первых, я не совсем поняла задумку. А во-вторых, мне показалось, что в клипе много разных таких знаков, на которые надо обратить внимание и разгадать их. Лена очень красивая, очень. Но вот историю я не очень уловила. Сюзанна, Москва, восторг. Сюзанну слышала. Равнодушие, и все. Вот смотрю второй клип. Ой, какая модная юбка. Я вышла с утра, не зная, куда иду. На зону и пора себя вновлю. Все, что не так. Я везде, я везде, я везде, я везде. Такая странная девочка. Сейчас так модно быть странным. Ой, какая у нее гибкость интересная. Вот эти рубки все. Конечно, за такими людьми наблюдать интересно. Очень харизматично. И, в принципе, можно даже спецэффектов никаких не делать. Ребят, ну что ты меня не вставила, если честно. Блин, кроме того, что девочка очень харизматичная. Следующий клип, который я хочу посмотреть. Это Оксимирон и марку Фатаморгана. 18+. Это типа рыбам не хватает кислорода. Жесть, какая черепаха. А в рыбе что, пули какие-то? Так, почему раздвигает? Рану раздвигает. МТС хайп? Это же мой тариф. А он его сейчас будет резать, да? Я не буду смотреть. Я реально закрываю такое. Не могу, нет, не буду. Я вот вообще, друзья, не буду такое смотреть. Ну, в этом же всём такая мысль, да? О том, что не в деньгах счастье. Я не буду смотреть такое. И Оксимирон такой довольный лежит. А это что такое за штука? Какие-то чуваки? А, всё? Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Что сказать, что сказать? Учитывая, что я весь клип посмотрела вот так вот. Ну, классно, конечно, да. Молодцы ребята, но они для моих глаз. Ну, я поняла мысль. Это круто, конечно, и познавательно. Хотя я слабонервная очень сильно. Следующая работа моего друга прекрасного, талантливейшего Андрея Гризли. В этот раз у него дуэт вместе с Белкой. И песня называется «Громония нет». Кстати, друзья, где-то на просторах YouTube есть видео, где мы поём с Андреем эту песню вдвоём на лодке. К чему говорю? Песню я знаю очень хорошо. Клип я не видела, чтобы посмотреть его на ваших глазах. Всё, дальше пешком. Тебе до сих пор не пришло подтверждение. Кто при виде моря забывает обо всём, его беды как в нём. Красиво так всё. Картинка, что сумасшедшая. Мне кажется, вот иногда нужно вот так затаиться, а потом бомбануть что-то такое красивое. Я бы не смогла на такой штуке стоять, на этих мосточках. Ой, я увидела какой-то скелет животного. А ты как только не нашли? Обалдеть просто. Это у них кислород уже заканчивается. Бедненькие. Вот смотришь и веришь просто. Отказана в полёте, что? Пипец, я прям на себе прочувствовала его эмоцию. Это, конечно, прям кинуло. Блин, он оставил... Он её поселил в ракету, а сам остался. Короче, я даже ничего не буду говорить. Я потому что сейчас расплачусь. Я поставлю этому клипу 90 десяток. Я думаю, по моим эмоциям вы всё поняли. Посмотрите обязательно этот клип. Это реальный шедевр. Это очень круто. Андрей Гризли, респект ещё. Друзья, поехали дальше. И у меня что дальше по списку? Imagine Dragons, Whatever It Takes. Ну, поехали. Какой красивый голос. Парень похож на Арсения Бородина. Клёво, клёво. Есть энергия. И в клипе, и в песне, я вот люблю, когда всё органично. Песня прям... Да. Как они без моего бэка обошлись вообще? Могли позвонить, сказать, Маша, запиши нам бэк. А всё рушится у них. Бумажки летят. Книги. Сыпется какая-то пыль. О, мне вот эти, кажется, сверки в воде. Это такое вообще трэш. У меня осталась основная водичка на меня текла. Я там уже плакала, чтобы холодно было. Они в воде, да? А под водой какие-то другие фигуры. Вот режиссёры. Фантазёры. Сиди и разбирайся в их мозгах. Ну как можно... Микрофон, всё потопилось. А это какие-то, видимо, русалки, которые должны их спасти. Я вообще не очень люблю клипы тёмные. Я поняла. Поэтому, мои друзья, все клипы яркие. Ну, почти все. Ну, давай, ты будешь дышать? Давай, пожалуйста. Ну, вытащите его кто-нибудь, пожалуйста. Ура! Ой, у них уже пожар. Класс. Вот это очень красивая картинка. Просто невероятная. И всё, сгорело. Не знаю, неоднозначное мнение у меня насчёт клипа Imagine Dragons. Ну, нормальная работа такая. Я не скажу, что я в восторге посмотрела и забыла. Так, One Republic. Дальше у нас по списку Rich Love. One Republic я люблю очень сильно. Даже и пою их. Посмотрим, что у них за клип. А бардаш специально такое на улице сделали? Мне кажется, что сейчас будут люди собираться, собираться. Они будут танцевать в беспорядке. И сейчас будет. Класс. Ой, как круто. Блин, вот эта музыка моей души просто такая вот. И он такой идёт на релаксе. Я всегда хотела клип, в котором я иду. Салюты такие. Да, One Republic, конечно, они не изменяют себе, своему стилю прекраснейшему. И не скакиваются вниз. Ой, всё, я хочу петь эту песню. Ждите кавер, друзья. Ой, как круто вообще. В общем, ребят, что я могу сказать. One Republic, молодцы. Очень жду вас в Москве. Пожалуйста, приезжайте. Я приду. Скажу, что я сделала в своём обзоре про вас. Рассказала, сказала, какой классный клип. И вообще, давайте уже споём вместе. Честно, песня лучше, чем клип. Но я уже сказала, что харизма главного героя побеждает. Поэтому я ставлю десяточку. Твёрдую. Да, очень круто. Друзья, ну что ж, я надеюсь, что вам понравился мой обзор. И вы во многом были со мной солидарны или не солидарны. В любом случае, пишите мне свои мнения в комментариях, ставьте лайки. И это ещё не всё. Вторая часть моего обзора уже завтра в следующем выпуске. Оставайся со мной. Никуда не ходи, там уже темно.